Модернизация образования Модернизация была Ленинский педагогический институт, Герценовский педагогический институт тоже участвовал активно в этой работе. Что-то удалось сделать, что-то не удалось сделать. В последние годы активно работал после создания факультетов подготовки институтов подготовки педагогов Казанский федеральный университет. Про это вчера говорил и ректор университета. Мы все время работаем в догоняющем режиме. В школе процессы изменения, не говорю модернизации, идут быстрее, чем мы успеваем на них реагировать в подготовке педагогов. И начну я с предыстории, про школу. Начну рассказывать про школу, что в школе происходит, потому что не понимая, что происходит в школе, мы не понимаем, что нам нужно менять педобразование. Советский психолог, философ Эвальд Васильевич Ильенков в 64-м году написал манифест «Школа должна учить мыслить». Работодатели в конце прошлого века в быстром меняющемся мире нужны мягкие навыки, коммуникабельность, креативность, умение работать в команде и так далее. И они важнее традиционных предметных знаний, умений и навыков. Проект Организации экономического содействия и развития в конце 90-х годов стали обсуждать универсальные компетентности, которыми должен владеть человек для успешной жизни и благополучного функционирования. Это все, коллеги, прошлый век, задачи, которые ставят перед системой образования. Мы там через какое-то время стали пытаться отразить это в стандартах школьного образования. Посмотрите стандарты 2004 года и 2012 года. Требования к результатам нужно обучать метапредметным навыкам, включающим универсальные учебные действия. Но, коллеги, до сих пор по поводу так называемой ООД ведутся споры. И вопрос о изменении стандарта 2004 года, он совершенно и 2012 года осмысленен. Потому что, чуть позже я скажу, мы набросали много терминов. Метапредметные компетентности, надпредметные, универсальные учебные действия и деятельность. Пять психологов, 20 интерпретаций этого термина. И когда кто-то докладывает, вас спрашивают, а что вы понимаете под этим? Ну, в общем, плохо структурированный поток сознания в ответ. Грамотности появились, разные грамотности. Вчера зарубежные коллеги рассказывали там кое-что про международные исследования, вспоминали ПИЗу. Там одна грамотность. Есть ПИРЛС, международные исследования для начальной школы. Если сравнивать грамотность, читательскую грамотность ПИЗы и ПИРЛС, а такая работа проводилась, выясняется, что акценты немножко по-разному стоят. Потому что ПИЗу Уэссер разрабатывал в ЭСЕДИ, а ПИРЛС делала Международная ассоциация оценщиков качества образования. Хотя, в общем, очень большое пересечение, но тем не менее, он все есть. Перейду дальше к результатам, которые в наших стандартах. Смотрите. Способность использования своих знаний в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности. Это все в стандартах. Как вы думаете, сколько из школ реально из всего этого массовая школа делает? По стандартам получается, что педагог должен обеспечивать и когнитивное развитие, освоение и обработка информации, превращение в знания и способы деятельности. В общем, это традиционный подход. Учителя-предметники худо-бедно с этим работают. Ну, я не буду говорить про подходы в развивающем обучении Василия Васильевича Давыдова и Лизанкова, которые про способы деятельности говорили. Но, в принципе, это достаточно традиционная схема. И вот некогнитивное развитие. Поведенческие и социальные навыки. Алексей Владимирович уверен, про воспитание добавят сюда. Но это тоже не когнитивный сюжет. Это ценности. Это не рацию. Но это мы все должны делать при изучении школьных предметов. Очень много диссертаций, которые посвящены Ну, лет, не знаю, ну, больше пятидесяти точно. Роли, место воспитания, роли, место математики, уроков математики, воспитания ученика. Или там русского языка. Или истории. Или литературы. Про историю и литературу понятно. А вот про математику, а я математик сам, мы каждый раз думаю, как же мы там человека-то воспитываем в математике там. Ну, мне скажут, честность, умение доказывать, аргументировать. Все понятно. А ценности откуда берут математики? Математика-то не про ценности. Поэтому, коллеги, вот такие ожидания педагогу от наших стандартов. При этом сохраняется и все больше обостряется проблема в школе, школьного учителя, связанная с индивидуализацией образования. Все жестче становится очевидным, что учить всех одинаково не получается. Это, в общем, всегда было понятно. Всегда дети по гауссу были. Были сильные ребята, которым нужны были одни задания. Серединка, которым там, туда-сюда. И хвост, которому все равно было. Всегда было. Но вся ситуация обострилась. К сожалению, ограничения ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, в том числе связанные и с интеллектуальными нарушениями, они все шире и шире становятся в нашей последневной жизни. И вот учитель должен работать с этим контингентом. Посмотрите, про стандарт учителя. Там очень много как раз этому аспекту уделяется внимания. А это ведь все заказ для нас, для ВУЗов, которые готовят педагогов. Вчера много говорили про мотивацию, в том числе Юрия Петровича Зинченко. Но у нас как ВУЗ был, так и остается. У нас в началке еще хотят учиться, а во второй ступени уже не очень. А все международные исследования показывают, что успеваемость тесно связана с мотивацией детей. И она на успешность обучения влияет очень сильно. Демотивированный ребенок не может успешно учиться. Это всем очевидно. Мы учим наших будущих педагогов работать с мотивацией. Теперь общество. Тоже вчера говорили про это и зарубежные коллеги наши, российские. От преимущества преподавания учебных предметов к обучению жизни в быстро меняющейся мире. Учитель-предметник, даже хороший учитель-предметник, вот мне говорили такие амбициозные в хорошем смысле родители, учителя-предметника я найду, это репетиторы. А вот в жизни учить, я хотел бы, чтобы его в школе учили. И бог с ним, с предметом, со 100 баллами по ЕГЭ, по математике или русскому языку. Это я предметников найду. А вот где я найду учителей, которые в жизни учат? Решают проблемы социализации и так далее. Где я найду учителей, которые помогут избавиться от того мусора, который в интернете сыпется на голову учеников? Родители не могут. Ну и риторический вопрос готовили бы ко всем этим требованиям работодателя, государства, а федеральные государственные образовательные стандарты и требованиям государства и общества. Ну, ответ у меня будет такой. На уровне отдельных прецедентов, да, отвечаем мы на эти вызовы. И в каждом университете есть уникальные преподаватели, у которых студенты этому обучаются. Это осваивают, я считаю, на Алексея Владимировича. В Ленинском есть такие, в Казанском федеральном в этом эстуте есть такие, ну и так далее. Но стало ли это массовой практикой? Перешли ли мы от прецедентов технологиям подготовки специалистов? Я сразу хочу сказать, что у нас есть еще свои собственные вызовы, которые, в педобразовании, которые мы, хотя и занимались много лет, но так и до конца не решили. Переход на деятельностный подход подготовки учителей. Коллеги, что такое деятельностный подход, если говорить очень просто? Это означает, что я должен обсуждать деятельность ученика, а в нашем случае студента. Посмотрите на наши программы, что мы там регламентируем, что мы описываем. Деятельность ППС. Такие-то темы, столько-то часов. Это очно, это заочно, это дистанционно, это самостоятельно. То есть мы описываем все время нашу деятельность. А деятельность студента, какие компетентности он получит после изучения, или усилит, разовьет после изучения той или иной дисциплины? Мы отвечаем на этот вопрос? Посмотрите, результаты, которые мы прописываем в программах и в ГОСах. Они все в зумовской парадигме. Что он или неприверяемый, операционально неприверяемый. Профессиональный стандарт учителя. Как бы к нему ни относиться, я к нему плохо отношусь. Потому что я считаю, что это не учителя профессиональный стандарт, это профессиональный стандарт для коллектива школьного. Не может один учитель одновременно работать и с даренными, и с задержками в развитии. С мотивированными и демотивированными этими. Но школа обязана это делать. И должны быть учителя, которые могут это делать, могут это делать. И вместе они решают проблему развития уникального ребенка. Когда мы говорим, работая одновременно с детьми мигрантами и с олимпиадниками, за те 45 минут урока, ну и как нормальный обычный учитель это может делать. Не супер одаренный. Но, по-честному, я спрашивал на многих кафедрах педагогики и психологии, что в вашей деятельности изменилось после публикации профстандарта учителя. Они говорят мне, мы стали про него рассказывать. Ну а что они еще могут? Вот изменилось в их деятельности. Я немножко утрирую и обостряю ситуацию, но по большому счету я прав. До сих пор продолжаются дискуссии, они будут всегда продолжаться, в соотношении предметного и психологического, психолого-педагогического знания. Очевидно, что нельзя обойтись без предметного. Кто бы ни говорил, что у нас будет учитель вообще. Коллеги, если он не будет владеть своим предметом, ну это воспитатель, это там пенервожатый, но не учитель. Надо искать баланс. Про зону ближайшего развития. Лев Семенович Уготский. Про него говорят во всем мире, он все более популярен. У нас много студентов и понимают про зону ближайшего развития ученика и как работать с ребенком в этой ситуации. Кроме того, что это было написано в такой-то книжке, в такой-то монографии таких-то ученых. А вот учить, работать студентов в соответствии с этими требованиями мы учим. Это наша проблема. Мы много говорим про проектный метод обучения в школе. Коллеги, я в одной школе спрашиваю, а что вы делаете, когда у вас проект не удался, как вы с этим работаете? Они говорят, как это не удалось? У нас все проекты удаются. Ну, можно говорить после этого про проектный метод обучения? Или, как мне в одной школе говорили, я занимаюсь развивающим обучением. У меня всегда дети сами делают то, что я им скажу. Поэтому, чтобы мы много говорим, что развитие ребенка – это работа не одного учителя, это работа всех учителей, всего школьного коллектива. Я помню, но я по времени работаю пока. Коллеги, а учим мы наших студентов работать в коллективе? На экзаменах у него свой сюжет, один. На практиках, как правило, свой сюжет, а не командная работа и так далее. Очень много еще вопросов внутри самой системы педобразования. Новые контексты системы распределения педагогического труда с использованием искусственного интеллекта. Мое глубокое убеждение, что рутинную работу компьютер может взять на себя совершенно спокойно. Проверять знания, форму, теоремы, произведения компьютер может делать совершенно спокойно. И учителю не надо тратить время на рутину. Учителю освобождается время для, на самом деле, занятия развитием ребенка. Мы этому учим наших педагогов, наших будущих педагогов. Как жить в ситуации множественных субъектов педагогического воздействия? Ведь на ребенка двор влияет-влияет, интернет влияет-влияет, субкультуры молодежные влияют-влияют. Мы учим работать нашего учителя в ситуации открытого образовательного пространства. Оценочные средства. Коллеги, до сих пор мы работаем по трехбальной системе. Пять в соответствии идеалу, четыре отхождения от идеала, три сильное отхождение. Коллеги, ну мир уже давно в другой парадигме работает. Школы международного бакалавриата, ну, я уж, скоро сто лет будет, как они работают. Да и у нас в России хватает таких прецедентов. Без научного обеспечения все это не сделать. И вот мы с ассоциацией исследователей образования, с некоторыми членами нашей ассоциации, про которую уже Роза Алексеевна говорила сегодня будет, мы обсуждали, какие научные задачи стоят перед нами и где идутся исследования ряда московских ученых. Новая модель коллективной деятельности педагогов школы, когда работает команда. Образ учителя в новой системе разделения труда. Образ, это имеется в виду, какие компетентности у него должны быть в новом жизни. И программа, соответственно. Какая программа? Программа, смотрите, у нас по дисциплинам есть программа, а вместе, на самом деле, еще программы нет. Программа второй ступени. Нейрокогнитивные механизмы обучения. Коллеги, все больше отклонения от нормы. И без ситуации изучения нейрокогнитивных механизмов мы не справимся. Карта динамики развития мышления и личности ученика. Много говорим про портфолио, но на самом деле внятных текстов про портфолио мы до сих пор не имеем. Отсуждаемые кейсы по решению типовых сложных ситуаций. И в завершение. Универсальная компетентность и новая грамотность. Вот я порекомендую вот эту книжечку. Фрумин, Добрякова, Бараника, Фримаренко, где сделан некоторый обзор на базе данных УЭСа по подходам к этому. Новые понятия введены. Я не рассказываю более подробно. Кто хочет, может посмотреть. Базовая грамотность, универсальная компетентность. Спасибо, коллеги. И призыв какой? Вот будут рассказывать вам ассоциации исследователей образования. Мы хотим там эти исследования делать совместно. Вот у нас одна задача ассоциации. Делать распределенные исследовательские группы. Чтобы в этой работе принимали участие не только московские ученые, а ученые, которым это интересно, из всей России и всего мира. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok